Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Франсуа Леман. Французский художник Эпохи Рококо. Родился в 1688 году в Париже. Сын Кушера при французском королевском дворе. Скорее после смерти отца его мать вновь вышла замуж за Роберта Леврака, ставшего первым учителем рисования для Франсуа. В 1701 году в 13-летнем возрасте поступил в Королевскую академию художеств и стал учеником живописца Луи Галоша. В академии Леман оставался до 1713 года. В 1711 ему была присуждена римская премия. Однако из-за нехватки средств она так и не была выплачена. В 1722 познакомился Франсуа Берже, оказавшим сильное влияние на его творчество. Оба молодых художника совершили длительное учебное путешествие по Италии. Посетили Рим, Болонию, Неаполь, Венецию. Большое впечатление на них произвели полотна Карредо. Я цитирую переводную Википедию. Вернувшись в Париж, он открыл свою мастерскую и вел жизнь свободного художника. Среди его учеников Франсуа Буше, Шарль-Жозе Натуар, Донат Нанот и Лоран Карлс. В 1718 стал членом Королевской академии художеств, а с 1733 его профессором. В 1703 и 1736 создал ряд произведений потолочной живописи для Версальского дворца, так называемом Салон Геркулеса. За эту работу ему было присвоено звание первого придворного художника. Однако воспользоваться им Лиман не смог. Страдая тяжелой формой шизофрении, во время параноидального психоза он покончил жизнь самоубийством. Заколов себя нанес себе 9 ножевых ранений. Вот как о нем пишет Википедия. Текущая мягкость графической манеры Лимуана, точно переплетающийся контур, для которого он использует черный мел или сангину, хорошо передают его внимательность ко всем нюансам формы. Лимуан может считаться последним крупным представителем исторической живописи эпохи Людовика XIV. Кроме потолочной живописи в Версале, знаменитой подобной работы Лимуана в церкви святой Фомы Аквинского при Якобинском монастыре в Париже. Ну вот так вот вкратце о художнике, французском художнике эпохи Рококо Франсуа Лимуане. Все, пока-пока. Всем привет, смотрим работы.